Всем привет! С вами снова Мефик. Вы меня, наверное, в таком виде еще ни разу не видели, но вот меня пригласили на RTI, это Radio International Taiwan. Сегодня я буду давать интервью, и это будет интересно. В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте! Здесь, в тайбэйской студии, Виталий Самойлов и мой гость Максим Филиппов. Привет, Максим! Здравствуйте, Виталий! Очень приятно! Вы слушаете передачу Радио Путешествия по Тайваню, и сегодня тема нашего разговора – это рыбалка на Тайване. А наш гость является основателем и, я бы не побоялся этого слова, продюсером проекта на канале YouTube, который называется Мефик. Мефик – это твой ник. Да, это мой никнейм. Сам себе продюсер, сам себе основатель. Все правильно. Вот, и на Тайване уже не первый год, я думаю, что, наверное, почти 10 лет уже, да, на Тайване? Ну, за малым, да, за малым. А сколько лет насчитывает этот проект рыбалки? Ну, вообще, этот проект почти год. То есть, в какой-то момент я понял просто, что могу людям донести, какой-то свой опыт передать, да, какие-то красивые места показать. Потому что Тайвань – это, конечно, просто восхитительное место. И людям понравилось, вот, люди пишут комментарии, люди отвечают. Ну, сначала что-то должно было повлиять на тебя, чтобы решиться на этот проект. Ведь это трудоемкое дело, времени тоже много занимает, нужно выезжать постоянно. А выезжаешь ты на разные совершенно реки, водоемы Тайваня в разных местах. Здесь и север острова, и центр, и юг. Я, в общем, был под большим впечатлением, когда я первый раз увидел вот эти репортажи. И причем они сделаны очень профессионально, именно видеосъемка и выход твой, когда ты рассказываешь о каком-то месте вначале. Потом идет сам процесс рыбалки. Очень много технических деталей, какие используются, значит, оснастка, аксессуары, прибамбасы. Вся, в общем, вся кухня вот этого рыболовного дела, она вся показана. Причем это вот с перспективой на красоту Тайваня, на какие-то интересные места. Вот откуда вообще эта идея возникла? Идея, на самом деле, возникла абсолютно спонтанно. То есть, в какой-то момент, вот я говорю, я понял, что я могу не просто там снимать какие-то короткие ролики, да, и показывать их друзьям. А могу просто снять что-то более полноценное, что-то, что останется как бы в истории. Допустим, рыболовы, которые сюда приезжают, здесь вообще ничего не понятно. То есть, ты приезжаешь сюда и понимаешь, что все не так, все не так, как там. Рыба абсолютно другая, ловить ее нужно по-другому, особенно вот на море. Вот, поэтому мне надоело посылать своим друзьям какие-то фотографии, да, какие-то микроролики. Ну, я просто занялся этим полноценно. Да, действительно, это отнимает очень много времени. Действительно, я даже не люблю ходить с друзьями на рыбалку из-за того, что мне нужно сначала поставить камеру, настроить. Значит, выставить кадр, посмотреть, как я в этом кадре стою. Только после этого начать ловить. То есть, не знаю, там, половину времени занимает вот этот вот сетап, так называемый. Вот, поэтому... А что касается вот рыбалки, для тебя это хобби. Наверное, оно началось еще до твоего приезда на Тайвань. Да, да, конечно. С детства, может быть. Это хобби, это с детства. Да, еще там мелкими пацанами ловили там на прутики какие-то веревочки. А из какой страны ты, кстати, приехал? Я еще не спрашиваю. Я из России. Я сам москвич коренной. И, в принципе, всю жизнь вот прожил в Москве. И вот как-то с Аказией тут оказался. С семьей остались мы тут. Вот. Ну, вот. Ну, хорошо. Тогда вот перейдем, собственно, к главной теме нашего разговора. И я хочу спросить сразу о тех местах, о географии твоего проекта. Где уже ты побывал и какие-то реки, какие водохранилища и, может быть, побережья, да? Если это было побережье океана или Тайваньского пролива. Ну, если посмотреть на мою карту вот событий, я ее веду. Там у меня в гугле есть отмеченные места мои. То она просто вся пестрит отметками. Значит, действительно, я езжу не только, естественно, по Тайваню. Я стараюсь ездить вообще по миру. Допустим, была у меня рыбалка в Арабских Эмиратах с моим другом. Тоже такая совершенно случайная. То есть, я вытащил черепаху там. Вот. Значит, люблю ловить в России. Ну, вот Тайвань для меня, конечно, это основная такая мека. Реки, действительно, водохранилище, побережье. Значит, практически на всех реках здесь можно ловить рыбу. Видовое разнообразие просто огромное. Причем разнообразие отличается буквально там 50 километров ниже и уже другая рыба. Уже по-другому ее нужно ловить. Водоемы. Мне сложно, конечно, понимать, но на некоторых водоемах нельзя ловить. Запрещено. На некоторых можно. То есть, вот почему так, я не знаю, честно говоря. Ну, вот я потихонечку, значит, пытаюсь достать эту информацию тайваньских друзей, да, из каких-то еще мест. Вот. Ну, и, естественно, это побережье. Побережье и плюс, ну, кораблики. То есть, ловля с корабля – это вообще отдельная тема. Как, в принципе, с побережья. Вот. Очень интересно. Тогда я спрошу, вот конкретная река, например, Динмэй. Да, она протекает в Тайбэе, южная часть города, и, в общем-то, также проходит через горные районы, вот предгоре Тайбэя. Какая там экосистема, потому что, насколько я знаю, вот реки в городе, они обычно очень загрязнены. Очень грязная вода. А где именно ты ловишь на этой реке Динмэй? Там есть очень много мест. На самом деле, очень интересная река тоже. Хищника, как такового, там нет. Что, в принципе, удивительно для меня было сначала. Вот. Попадают, так называемые, змееголовые. Это такой агрессивный хищник, но их очень-очень мало. В основном там белая мирная рыба. Это карп. Это большеглазый китайский лещ. Значит, это тиляпия. Это кефаль. Это, не знаю, как по-русски, но по-китайски она называется ама-ю. Это рыба-бабушка. Вот. Которую, кстати, я так до сих пор и не поймал. Я вот все пытаюсь, значит, ее взять. Удивительное место, с одной стороны, должно быть грязно. Потому что она действительно проходит через многие городки, через многие уезды. Но вот приходишь туда и понимаешь, что тайваньцы, конечно, молодцы. То есть, они за экологией в этом плане следят хорошо. То есть, я стою в воде. Она, в принципе, прозрачная, такого голубоватого цвета. Вот. И это в городе, это очень приятно. Угу. Из разных видов рыбы, у тебя очень большой, я бы сказал, набор твоих трофеев, которые ты добываешь. Из разных видов рыбы, какой вид рыбы был наиболее труден для ловли? Вот. За какой рыбой ты охотился дольше всего? Дольше всего, наверное, за случайной рыбой. Вот так я скажу. То есть, один раз я приехал на водохранилище и поймал абсолютно случайно ту рыбу, которую я давно хотел поймать. Значит, ну вот просто я ее вытащил и понял, скажу, о, ничего себе, она здесь есть. То есть, я даже не знал, что она там присутствует. Ну вот, вот такое вот было. Угу. То есть, но название этой рыбы ты... Не, название, естественно, я знаю там... Ну вот есть, например, такая рыба конь-губарь. Конь-губарь, да. Очень любопытная. А может, барбал, да. Она где водится? Вот она. А, кстати говоря, она водится тоже в DMAC. Угу. В принципе, она широко распространена здесь. Первый раз я ее поймал на свой день рождения. Значит, да, мы отмечали, то есть, мы отмечали совместно мой день рождения и дочке. Я купил дочке спиннинг там за 50 NT. То есть, какой-то вообще супер дешевый. Значит, ну просто вот покидать. Насадил ей, значит, ручейника там какого-то из-под камня. Закинул ей и говорю, ну на, вот там типа дергай там, ну и стой. И она такая, пап, пап, что-то зацепилось. Я говорю, ну-ка, ну-ка дай-ка. Раз. А там такая рыбина вытащилась в итоге. И это вот единственный момент, где вот я поймал эту рыбу и больше никогда там в жизни никто не ловил. Ну вот, это было вот очень интересно. Я сам должен признаться, что я на Тайване ни разу не ловил рыбу. И мне любопытно, вот что делают рыбаки с выловленной рыбой потом? Куда она идет? Значит, я рыбу отпускаю. Значит, объясню почему. Точнее так, рыбу я беру только в том случае, если я остаюсь ночевкой и хочу приготовить там уху или жареху себе. Вот. А в основном, а, и с моря, естественно, я беру рыбу, потому что, ну, море, рыба вкусная. У меня супруга всегда говорит, забирай, забирай, давай, давай, где рыба. Вот. А так я рыбу отпускаю, потому что для меня, в общем-то, важен сам процесс. То есть, обхитрить, поймать умную, большую рыбу. То есть, у меня еще такая, как бы, заковырка. Я ловлю на спиннинг в основном и ловлю на искусственной приманке. То есть, я не использую там каких-то червей, там еще что-то. То есть, я ловлю на силикон, я ловлю на воблеры, микроклебалки, блесны разные. То есть, интересно соблазнить рыбу именно искусственной приманкой. То есть, обмануть ее и вытащить. То есть, рыбалка становится таким приключением, на самом деле. Да, да, да. То есть, во-первых, найти место. Во-вторых, туда добраться. В-третьих, значит, понять вообще, где вход. Потому что, бывает, подходишь к реке, а там вниз 10 метров. Туда еще попробуй спустись. Ну и, естественно, найти вот эти перспективные места, где она стоит. Понять, что она там стоит. И закинуть четко и, значит, получить эту вот долгожданную поклевку. А водохранилища тайваньские? Вот есть несколько горных водохранилищ, там, Шимэн, например. На Шимэн ловить нельзя, да, по-моему. Другие, да. Ведь они частично ограничены, но все-таки на каких-то можно. Где ты ловил? Я совершенно случайно об этом узнал. То есть, изначально я понимал, что на водохранилищах ловить нельзя вообще. Потом, значит, друзья тайваньцы мне сказали, что тут можно, там можно. Потом я как-то уже в интернете начал более-менее там искать и понимать, что да, здесь действительно можно, тут нельзя. Я ловил на Ценуэн Швейку и еще одно место, я забыл уже как называется. Это два водохранилища, на которых я был, на которых можно точно ловить. Ну там рыба отличается, какая там рыба водится? Ну вообще, да. Вообще есть отличия, допустим, на водохранилищах есть баз. Да, это большеротый окунь, за которым, кстати, очень многие иностранцы охотятся. То есть, это такой целый клуб любителей этого большеротого окуня. Тоже интересная рыбалка, он такой тоже хищник, очень коварный. Но не на всех водохранилищах он есть, опять же. То есть, вот на севере он присутствует. На юге, допустим, как я понял, его нету. Там есть змиголов зато большой. А что касается побережья, вот какие места для рыбалки на побережье или, может быть, с выходом на лодке в открытое море, ты бы порекомендовал для рыболовов? Значит, для рыболовов я, наверное, для начинающих или для вот тех, которые приехали и не знают куда идти, наверное, я бы порекомендовал выход на лодке. Потому что это более интересно, чем с берега. С берега шанс взять рыбу гораздо меньше. А с лодки всегда ловится этот бельтфиш, этот хёртейл так называемый. Такая, как она? А, рыба сабля, она по-русски называется. Она практически круглый год берет. И там на каждом забросе практически. А с побережья шанс взять рыбу, значит, гораздо меньше и труднее. И снасти там абсолютно другие. А на кораблике вам дадут и снасти. Вам, в принципе, подскажут и по приманкам. И вообще помогут и выводить её там. И даже на некоторых корабликах и пожарить, и накормить. То есть такой полный набор. Да, да, да. Есть на Тайване, в общем, ещё одно увлечение. Я не знаю, нравится ли тебе или нет, вот ловля креветок. Как ты относишься? Ловля креветок это вообще отдельная там статья. То есть я действительно хочу всё попробовать. То есть мне, я сначала, я вообще не понимаю этого, честно говоря. Но вот многие рыболовы, которых я знаю, они говорят, да ты что, это вообще супер тема. Ты приходишь, тебе дают микро удочку там, ну или с собой удочку приносишь в своё микро. Значит, закидываешь какую-то микро приманку, достаёшь вот эту креветку, тут же жаришь, или тут же тебе её жарят, и ты с пивом, значит, с семьёй там можно находиться. Это, говорит, очень занимательная штука. Честно говоря, я ни разу не пробовал, но вот уже понимаю, что, наверное, хочу. Хорошо. Есть ещё одна сторона рыбалки, именно проекта твоего на ютубе, она связана со съёмкой и подготовкой вот видеомонтажа и звукомонтажа. Как ты это делаешь, как ты снимаешь, как тебе удаётся всё снять с разных ракурсов, причём и даже подводные съёмки я видел у тебя есть. Да, да. У меня с собой три камеры всегда, значит, я говорю, то есть я больше снимаю, чем не рыбачу иногда. То есть я ставлю отдельно камеру на штативе, потом одна камера у меня на груди и одна камера у меня с собой на селфи-палке, чтобы потом, значит, сделать какую-то подводную съёмку. Монтирую я всё это просто в свободное время, там, в выходной, дома, значит, на обычном компьютере. Ну, никакой сложности, по крайней мере, для меня это не составляет. Монтажные программы сейчас довольно простые, никаких суперэффектов я не добавляю, потому что, ну, не особо любитель этого. Делаю упор на интерес, то есть девиз канала будет интересней. Я хочу, чтобы, значит, моим зрителям, гостям и подписчикам моего канала было интересно, прежде всего, смотреть. Какая-то новая рыба, понимать, как её ловить, да, причём какая-то рыба есть и в России тоже, например, змиголов. И я думаю, что многим будет просто полезно узнать, что там в определённое время года, там, змиголов так-то клюнул, там, или вот он сидит вот так-то, там, где-то по ямам, или наоборот, он там может всплыть за поверхностной приманкой, не схватить её, вот так вот. А если вот говорить о снасти, на Тайване производится ли какая-то часть той амуниции, которую ты используешь для своей рыбалки? Есть здесь компания POKI, есть здесь компания HertyRise, значит, HertyRise, у меня есть спиннинг от них, у меня есть вот мои башмаки, в которых я хожу, значит, для воды, такие, как водолазных типа. От POKI у меня большой пятиметровый спиннинг для береговой и морской рыбалки, вот. Но в основном я, конечно, кстати говоря, не стараюсь покупать каких-то сильно дорогих вещей, то есть я стараюсь обходить бюджетными снастями, бюджетными приманками. Более того, я, значит, пытаюсь найти даже какие-то китайские приманки, которые нормально... Раславливаю их, делаю на них обзоры, вот, и, значит, если они разлавливаются, если они действительно работают, то вот я своим подписчикам и гостям обязательно об этом рассказываю. А много сейчас у тебя подписчиков? Какая аудитория уже? Ну, уже более 1500, значит, где-то процентов 20 тайваньцев. Причем удивительно, но на меня приходят вот тайваньцы именно по, значит, по ключевым словам. Даньси, потом, ну, еще некоторые реки там, да, то есть... И основные, вот, русские, значит, из России, из Белоруссии, с Украины, естественно. То есть тайваньские посетители твоего канала, они видят пользователи именно китайские иероглифы названия рек, названия разных мест. Да, то есть они приходят с поиска, но я, кстати говоря, под каждым видео обязательно делаю субтитры, на русском, правда. Вот, ну, YouTube умеет более-менее какой-то перевод делать, поэтому я думаю, что им тоже, наверное, интересно это смотреть. Ну, что касается будущего твоего проекта, какие планы, в каком направлении дальше? Вот сейчас уже конец 2016 года, какие планы на будущий 2017 год? Планы взять как можно больше разнообразной рыбы, значит, посетить как можно больше мест, показать моим дорогим гостям и подписчикам как можно больше интересных рыбалок, как можно больше интересных обзоров, дать больше информации, ведь информация в наше время это главное. И последний вопрос тогда я хочу спросить, какие рекомендации ты бы дал людям, рыбакам, которые хотят посетить Тайвань, именно с целью здесь опробовать, как клюет рыба? Ой, это сложно, конечно, дать такие рекомендации, но заядлые рыбаки, наверное, если поедут на Тайвань, возьмут с собой свои снасти на щуку, я думаю, что, наверное, они будут правы. Здесь можно найти места для ловли хищника. Я, наверное, посоветую им посмотреть мой канал прежде всего. Здорово. Ну что же, спасибо большое, Максим. Было очень интересно поговорить на тему рыбалки. И я надеюсь, что в будущем у нас еще будет возможность обсудить какие-то новые успехи и достижения этого канала. Я еще раз напомню нашим слушателям, что вы можете выбрать в Ютубе канал под названием Mefik, и вы попадете в мир тайваньской рыбалки. Спасибо, Виталий. Спасибо, дорогие радиослушатели. Дорогие друзья, вы прослушали передачу радио «Путешествия по Тайваню». Рассказы о путешествиях, а также интервью с бывалыми путешественниками и другие интересные темы каждую пятницу в эфире Международного радио Тайваня. Я прощаюсь с вами. В студии был Виталий Самойлов. До новых встреч в эфире.